привет ребята сегодня у нас 11 июня 23 года продолжаем наша турная поездочку едем уже домой сейчас мы подъезжаем к самару и самаре выезжаем на объездную все это дело снимая выезжаем на m5 от самары в сторону челябинска это может и членская не может до златоуста 8 заснимем эту дорогу предыдущих сериях я заснял уже дорогу до много дорог мы засняли как мы туда добирались на юг через м4 когда м4 добирались когда сочи добирали серпантин в общем обратно через краснодар на волгоград через сальский котельникова и показали дорогу на бугачок больше а сегодня у нас м5 м5 тоже многих интересует этот участок многие пишут конечно же в районе октябрьского особенно если там ремонт и так далее все проверим без всяких объездов поедем по самой 5 едем сворачиваем на им 5 с массажем сворачиваем нехорошо с массажем головы ну это обеззная обеззная самарки сейчас что-то прям круговое в плохом состоянии очень и дальше будет нормой качество покрыть этот временами оставляет желать лучшего лукоил 92 47 87 905 52 51 уже подешевела после юга хорошо ржавчина свернула разогнаться здесь не получается обгон практически везде завершён поизошу запрещен маросле он остается самаре огромный привет мы вас остались сегодня если погода была хорошая но погода сегодня не хорошая 17 градусов поэтому мы едем к себе на урал не понял чем тоже южным городом считается ли южный город это вот то что вот это сзади интересно домик симпатичный вот заправка это было можно было понять что я не увидел вот такая же цена тот нефть хотя тут сейчас ее заправляет кузовик не заправится не этот бензовоз здесь вот красивый домик сделан классно спортивная что-то площадка симпатичная рядом детский садик яичка интересный райончик такие домики людей не сильно как бы такие современные одинаково покрашены я люблю южный город для нас глянджи кузьегор сочи сочи ну ладно самара то что солнух рост нефть я на 2 46 34 95 50 49 тут подешевший на мне бензин росли не понравился он как газпром примерно самара уехали мы на главный но он больше лана пропустим самару как я сейчас так ребята ребята подождите не кусаетесь такие блин прям торопится и моя понятно все торопится тоже домой хотим надпись самара самара городок еще в районе чеки новые симпатичные с большими человечками ляда галяда центры толпой удобно когда вряд все торгового центра это за городом приехал все дела сделал уехал дорога хорошая раздельная по две полосы в каждую сторону прекрасно ехать и приезжаем ногу а сада холодная водится и моста хорошо здесь сделал какой-то куру прям как будто ныряешь на каждом стеке рора что-то большое до торговый центр по ходу дела реально большим как гринвич хотя нет поменьше гривич и катеринбург который что-то не думал что то без на страну ну ладно проведем посмотрим на реале какая-то симпатичная уже навигатор через город повел там показывает кирпичи он ну то есть типа закрыта дорога где-то по обездной вот так вот все-таки для ремонта ремонт идут непонятное перекрытие а там аж колобцы скорее всего не закрыли я так думаю так в том числе меня не шибит все прямо да поскорее бы выехать самара городок в ремонтах он тоже есть говорится и кит тут все клад клад искали что нет и же деду сущенную это жестко так сделать такой первую вижу ну вот такой вот такой у них сценарий ремонта видео глобальники жуть конечно начать делать аккуратненько все обижать зато наверно когда сделают будет классно надеюсь мимо набережной у нас не повезет хотя нет она не по пути так да ладно ну мы уже две пробки проехали так рельсы аккуратно тут такие эти приезды голова завалила пути батюшки еще да даже на пугачевской дороге это понимая ну кто никто не ожидал что такое будет поворот самаре их прям зеленый кончился что-то мы тут не ездили по-моему на вадим району не помню все новое всегда интересно больше вкусная . везде лов так у нас зеленый что навигатор показывает здесь через 10 км круговое то у нас везет уже прям на выезд так вот что ты так вот красный не ездили не гуляли то ли я самару прям не узнаю почему-то самолет мы вспомнили мы ездили здесь точно я не знаю почему так навигатор повел но так повел значит нечаянно посмотрели чуть-чуть самару и по-любому уже есть люди кто не видел самару и не был в ней ну хотя бы вот такую часть по центральной улице по московской но самое мне что нравится самаре это набережная набережная тут сама такая суперская хотя даже вот по этой улице мы едем везде смотрите здание все покрашенные не ободранные симпатичные глаз радуется даже старенькие домики покрашены это круто так нам прямо дофига ура едем на выезд из города уже уже близко уже близко для кого-то это будет въезд в той стороны челябинска и катеринбурга поедет мары выехали в общем снимаем м5 черпузы иранские вроде вышли азербайджанские где у кого сейчас этот турбук на выезде дорога раздельная хорошая но раздельная она на и 5 всегда не будет плюс по любому по любому пробки будут потому что там стройка на м5 наворачивается круглосуточно так же как на новомосковской трассе екатеринбург-1 там раздельную дорогу строится дорожная работа уже короче в начале много камер на 70 стоит реально то есть только разгонишься все тормозить сейчас еще и дорожная работа а теперь пробочки с форме кстати не сказал начались заправки кафешки гостиницы все было ну и тут на протяжении все трассы все это дело будет трасса насыщенная инфраструктуры уже не тут конечно знатно тут перед фурой столько людей блин обгон завершает нам страшно становится это еще июнь месяц в августе это будет еще похлеще а тут есть объезд небольшого участка там справа мы когда по дороге ездим где-то видео даже есть на канале отель-кафе цель дорога хорошая а вот мосты не очень обгоны в принципе тут можно совершать есть участки но я за форой прицепился и еду спокойно я думаю мы сегодня не успеем в любом случае как и проехать м5 скорее всего поэтому будем искать где-то ночлег на м5 с утра будем доезжать даже по м5 красивые идут и поля будут и леса и горы и скалы и перевалы и серпантинчик легкий будет ну как легкий нормально такой м5 вообще разнообразная такая трасса минут 30 уже едем и погнать ее никак не можем потому что там никто ждем когда вторые полосы будут появляться при подъеме другого варианта не мазать поток большой машины встреч и полосы вторые здесь есть в горке поэтому в принципе их ждать нормально просторы да ты классная жаль фуру очень много трудно обгонять ты раз выглядываешь а там уже машинки и такой знаете закон подлости раз машинки закончились и знак запрет обгона ну и все ну так постоянно ты вроде и хочешь обогнать а не можешь видеть и он как назло езжать на ману вдруг и сделал спасибо чуваку что почему так вот да ладно надо не торопиться ехать просто я просто от той фуры подачи хочу уехать ну который этот американец который непонятный пудло фуру не перестраивается никогда когда это полоса для обхода не спасибо никому не говорит когда его пропускают в общем какой то стану чувак на березке появились наши родины березки чуть-чуть отфора освободились но сейчас опять купаться до дома нам 850 километров это 13 часов в Пеликоне со сменой разных пейзажей мы еще думаем где на Златоусте завернуть либо на Челябинске по идее многих тоже людей спрашивают а дорогу от Платоуста до Косли я думаю там все сделали в принципе можно там проехать это минус 100 километров если через Челябинск ехать плюс 100 но там по М5 по трассе все для Челябинска до Екатеринбурга она прям хорошая в целом вроде хорошая но вот такие вот участки попадаются прям с какими-то нырочками непонятными на дороге так плохо видно вроде кажется ровная дорога в какой-то раз попадаешь туда и кастрюльки подлетают сбрякивают сзади кастрюльки как прям индикатор неровной дороги так заправочка так и на 2 46 40 95 58 пока цена такая же блин что то М5 портится много всяких кочек встала машина аж содрогается вроде недавно доремонтировали уже все что ли следующую весну точно не выйдет это до такого там 1152 километра стран самара видите да это непонятно что для которых не видно толком солнце не село поливоваться близкого всех техники есть всякую такую тему непонятную и зачастую прям разобрать разнообразие механизмов так как он разрешили уже есть там есть пора подборочку до знакомого успеем это по всему который проверил справа это бассейн сегодня поехали когда фору а то смотрите скопилась переди такое большое количество машин чтобы менять не охота там камаз впереди старенький наш как всегда тут всегда вот если стал скапливается какая-то такая тема то либо газелька убитая либо камаз вот 2 из 2 ну так есть не в гору никогда нет нашей крышки эти отечественные старые и все так и получается гонять смысл там другого камаза потом догонишь на эти камазы я не знаю не надо по полю не с автозапчастями кафешками гостиницами стал к вас таком а свернул что стоянку похоже нет это другие поймать чай пить и камаз-то видимо остался лишь мы с горки не разгоняемся вот вот на спереди он и зерновоз и скорее всего жизнь ребята вот я не представляю как водитель эти из этой матерят там уши отваливаются возгораются как у дьявола это вебец еще вот не встать на обочине пропустить толпу блин машина бы остыла боку и опять встречки не было как как только знак появился бы разрешен всем встречка поперла задумка что-ли непонятная закамаз настолько толпу за собой собрал паровозик что пол трассы блин опустела просто-напросто пешеходный переход стоит камера благо в основном на 90 70 а то только кого-то обгоняешь разогнал 110 20 оттормозить красота и спереди камаз несется на тебя по встречке мерседес да не на самом деле нормальная дорога вот когда будет раздельно вот будет кайф вообще вообще не понимаю почему нее в первую очередь не стали модернизировать ведь она же блин самая нагруженная считается трасса в россии или в оренбургскую область северный район вообще так не в тему на самом деле мы ни одного села не увидим но задели асфальтированная обочина с белой полосой по встречке иногда такие как гаденыши называют вот они едут и просто навстречку на тебя вылетают намекают что да ты же у тебя есть там зона сам перестроить туда вот то есть они не думают что человек как момент может быть отвлечен и пипец либо годи какие-то на этой обочине поймать вот нагло вылетает все они сами как казино что ли играют на этот на удачу высовываются наконец-то небо увидели может сейчас реально к нам на урал приедем там будет жара и мы таки скажем это мы привезли скажите нам спасибо что тем дальше так просто два дня мы едем в такую погоду непонятно без солнца грамм скучно было кстати кому какая-то раз и больше всего нравится вот мне лично м4 доводы приложу такие что мы правда как еврея бесплатно на проезжаем участок но она была устроена есть забор от зверей есть много стоянок есть много заправок там можно хоть где переночевать в машине дорога относительно ровная ну в июне движение небольшое в августе да там конечно движняк усилий почему м4 прям для меня конкретно тема м5 нет снова здрасте сколько тому что 345 папа ягодка опять яблон запрещен сейчас еще одного камаза обогнали который в гору едет да не едет оползет реально там 20 км в час как на них люди работают живащих опять вставляешь не кондера нет и на эти еще 20 участников жару особенно это вообще злость полная это неуважение человеческого труда мне кажется сооружение такое интересное фирма наверно в татарстан цифровой один у нас километр не вижу вы были счет они такие делают объем достаточно глубокая одну улетела что блин и сбрякала все опасная м куда не берутся не понятно она ровно 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 дорога бац и яма тут я мечи это жесть не было вот такого даже по встречке все обезжают прям глубокие ям ищи где километра что чтобы сказать сбоку таблетичка честно иду скажу еще двести сорок восьмой километра с этими ямами уже полностью практически становились из-за этого а там что-то полиция стоит когда платон вводили сказали ходе права терпите полетите как ну жалуются эти дальнобойщики как платон вводили говорит годика два потерпите все дороги сделано полетите это вообще нереально это все бомбежка 1249 грамма грн да ладно что по встречке уже обезжает по угодила приходил что да пяточкой выбивал асфальт как по-другому то есть не знаю татарстан въехали надеюсь здесь дороги будут ровные всем привет с татарстана нефтянку качают прям вот в дороге солнышко садится как стемнеет будем искать ночлег мы так подумали вот если сейчас ехать до упора навигатор показывает что мы где-то что-то 635 уже показывается как они перевелись на вперед по наоборот ну короче ладно неважно 635 его приехали бы но при этом мы бы ночь не спали то есть ночью ехали а потом мы когда приехали один фиг спайб и проспали бы полная поэтому наверное лучше спать лечь спать в машине лечь как стемнеет до трех часов проспать а потом поехать хотя все равно там приедем спать закончится ну это другое уж дело зато пол светлом все ехать что-то я не вижу светофору ниже может а вон зеленый горит пока еще я не знаю может и не успеем мы не успевали мы не будем не успевали ну да опа залетели так а какой это километр блин это розная работа мы уже поняли уже увидели познали мы уже двигаемся там таблички без километра не могло идти да там низкомочные проскочили а у них же пауза у них сейчас тоже зеленый не горит скорее всего наше зеркало посмотрите там специально пауза выдерживается да у них видишь красный все еще блин табличку не увидел я всем привет но прикиньте татарстан и такие же дыры ужас тут нашли аудиокиты по татарстанским достопримечательностям вот слушаем про них розенькие приколисты короче создали тут аварийные ситуации грубо говоря смотрите я объезжаю все как тупо вырезали участок а мне сейчас куда на обочину да и не сделали плавным заезд и все по стречке кто как объезжает это ли не аварийную ситуацию они создали что у нас гипотадета не смотрит за этим по шикарстан надеюсь тут дороги будет нормально это в татарстане тоже испортили все стали вырубать выкапывать как лаваны то есть сюда уже добрались дорогу где скоро дорога разделится я вам покажу напротив уфы прям ну заранее чуть-чуть начнется прям классная дорожка по-моему по три полосы достаточно протяженная я не понимаю мы в двадцать первом году ездили здесь на двадцать втором я не знаю а в Казань то по-моему здесь а нет не ездили на другим дорогах короче в двадцать первом году в августе было все ровно все чики-пуки эти дороги делали сейчас ямы то откуда я не понимаю я просто не понимаю что такое качество что фиговое так делают плохо все так вот не лучше для м5 короче дыры ямы это одно и то же можно сказать плюс ремонты нам еще пока везет что мы там на стафору поскочили на зеленый главное еще доехать целыми колесами думаю что в этом году печаль с трассой да пипец мое решение в общем искать ночлег потому что в темноте с этими ямками по трассе ехать не очень завтра часа в три выезжать стало раздельно уже попроще но все равно ночи с ими ищем ночлег забили заплавку заправку лакоил на ней в принципе если чем места есть там за ночью если температура 12 градусов смущает доброе утро всем такая укуталась дубак потому что мы за 11 градусов мы ночевали вот здесь октау спасибо этому месту не знаю что за место нормально переночевали под замер за маленько сели утря ты не спали на час все выдвигаемся выдвигаемся закрыта дверь не закрыта 1 башнефть на 2 45 90 95 48 70 вести спустилась круто мы сейчас на заправку так не заедем дома умоемся помоемся короче что-то сделаем пыль ну холодно капец без машины уходить вообще не хватает а штаны далеко блин как вот так жить вообще полоса интересная получается или свет четко играть за гранью все поздно будет этот ролик смотри ну как поздно уже не 12 июня у нас сейчас 12 июня настала поэтому всех с праздником днем россии дорога снова смотрите ты был устал кстати а че так рано свет уже отключение освещение еще не расцвело они уже экономит и канавит ну ладно три полосы две дороги на восток и запад не классно зато тут ром дорожка я посмотрим сколько на километров 493 заметим кому на километре тысячи триста пятьдесят один не первый год путешествие но плоханулись чем вот далеко штаны убрали с кофтой хотя знали что домой возвращаются мы всегда обычная домой возвращаемся всегда дубак так что ребят помните домой возвращайте штаны и все кофту сверху надо держать но если вы на урал возвращались как говорится на урал детка сейчас нам надо как-то осуществлять операцию штаны они там где-то фиг знаете сумку там еще как бы достать датчик движения стоит что ли свет включили странно замедленного действия вот хороший участок он уже длиться освещенная дорога ровная вот еще разметки нету я смотрю они какими-то участками делают и открывают дороги вот проехали сколько мы 493 было получается сейчас 508 15 километров до грубого и вот опять такая дорожка смотрю там то ее делают это не тот участок значит тот длинный участок дальше будет слава на этим опять цикл палатик 7 градусов температура падает надеюсь до снега не зайдет до нас там перевал будем проезжать там-то запросто может быть в общем куча ограничений здесь ямки еще присутствуют не такие большие но есть все с ремонтами связано вот наверно съехали мы на более протяженный участок хорошей дороги что у нас 525 километров замерим с каком будет лиц в районе мирного и константина 303 километра от самара доехали дорога он я так понимаю скоро вместе сойдется солнце встало светит все температура пока 8 градусов не повышается до заправки нам 50 километров так дорога заканчивается раздельно было 525 короче 90 километров она длилась достаточно хорошего участок дороги хотя ямки дырки там были все ровно помаленьку меня удивляет это недавно сделано дорогу но уже почему-то ямы и дыры появляются в чем связано это не пойму мне кажется некачественно что делают какой другой вариант кто знает перегрузы сейчас но контролируется поэтому не запишите свои ребята предложение очень интересно для заправки два километра и мы пойдем там умываться умываться кофе пить дальше двигаться дорога опять разделилась я этого не помню как-то на участок идем так да ты и уста 5 до 58 также пока цена у меня на второй сорок семье 25 чистенькая заправочка чистенькие туалеты мы здесь сразу батаречком стало почистили сейчас пойдем и за чуть-чуть мятое но че сделать рисунки достали сразу оделись вот так и я тесто не буду это что смотрите пирожки бикен и перемен мяч цены пачку чмак они вроде небольшие на самом деле это маленький штучка кофе 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 вот так вот и вот сюда тоже быстро и кофе green light осторожно горячо родинка себе какую-то и чпачмак взяла сейчас попробуем и что там все пахнет выголденно маленькая поэтому цены маленькие сделали вот слушайте кофе здесь как на газпроме с горчинкой мне это нравится американо кстати бы 510 километров погнали в дорожку но уже батарея не заценила тесто не свежие а нет сырое снизу сырое вот от нефти за вдруг кто смотрите в этом отзыв не очень ну да ладно стекла забыл продать издавана позже становимся тёпой можно истануть стекла про дорог 2 накра заканчивается а нет не заканчивается еще это какой-то новый участок так хорошо когда мы можем кайф из кофе очкам товарищи все участочек хорошие дороги закончился снова стройка скоро перевал будет нам надо будет проехать и сворачивать через 186 километров на златоуст мы будем все-таки решили через луков проект потому что я посмотрел в комментариях меня просили там дорогу снять многие там еще поедут но оно понятно через челябинск конечно прикольно в плане того что сырловский екатеребург хорошая сейчас трасса раздельная полностью ровная практически вся но если ехать через златоустова на 100 километров меньше единственно час выходной день день россии да 12 июня соответственно там могут сейчас возвращаться озерники знаю на озерах сейчас купаются нету но посмотрим радует что мы возвращаемся и у нас небо после уфы после раздельной дороги эта дорога в принципе более менее нормальным качеством ямочки тут редко попадаются но камеры так же прям много такое ощущение что всю трассу камерами напичкали ну может это конечно и хорошо но их много здесь реально остальные форы операции нас предупреждают что едет красный самосвал бешеный он как раз за нами типа гонщик всех обгоняет отрезает начнется перевал м5 уренгоу как говорится сим и начнутся еще стройки от челябинска дорогу тоже строят усиленно надеюсь пробок больше не будет посмотрим запомните что камеры практически везде в плане где заправки стоят перекрестки пешеходные переходы где просто перекрестки везде поставили камеры на 2 48 57 95 52 18 с лукойл ну вот уже предупреждает впереди камера и кстати дорожная работа начинается и мы уезжаем в челябинском области получается это важно ну да всем же тоже вроде как в челябинском области да всем привет в челябинском области сразу видите тут стройка начинается второй дороге посмотрим где может участок какой-то открыли потому что с 21 года мы тут ездим и они все копают копают делают строят все круглосуточно без перерыв так сказать утром я надеюсь ему быстро сейчас этот район проедем пока большинство дальнопочков спит интересно как они на перевалах строят дороги оказывается строят берут срезают лес засыпают если там овраг землю песком и так далее если бугор то среза этого ну короче строят молодцы вытягу вон выровняли кстати вот эта временная дорожка пока более-менее норм уезжаем с горевала начинаются горы это уже интересней разметка какая-никакая есть пока не пускают скосы срубают там же это еще как-то укрепить надо как мы с очередной сеткой закрепляется не обваливалась да много работы земляной то трубы у них лежат тут кстати давно помню экскаватор трудились на тагаре так ее не разобрали все еще не поддается что ли скала то ли дорога поверку упадет никого знает в будущем посмотрим так мы выезжаем на новую дорожку я так понимаю но пока это не раздельная дорога просто на новую тоже прорубить дорога асфальтированная смотрю там ограждение сделали бетонные застан в сторону не вывалился так что-то прям вообще дорогу частично высыпается у нас бешеный самосвал догнал надо дать ему тогда чтобы он нас обогнал и все и все ебать позади вот он пошел на обгон даже готов притормозить ну торопиться нам не казачок господи 10 минут не зароляют что рисковать с нами дорога вот так вот портится на сбавляем 70 езжаем всему зима тут всякие киосочки магазинчики ремонт и рации и так далее привет из сима будь здорово городок интересно расположился ущелье портится не было честное полосы будет подъем его 7 теперь точно все передавшись от подбирают болен как всегда понятное дело не сборки скорость выбирает им не ходу тормозить тут запах обработкой боленой тормозами сейчас вверх по прям полоса появилась на бокам были 60 ограничения быстро не могли а там шестофор они на этом остановлюсь на 5 минут смотровой площадке поехали дальше я уже не стал вас нуждовую площадку показывать что вы в принципе все видели пока мы ехали тем другими делами занялся выезжаем на дорогу едем дальше до поворота на златоус 88 километров нам тут уже видите строй материалы завезли так все форму нету сейчас нам еще в горку надо будет забраться сущим после сочи конечно ну перевала этого не замечается перевал этот м5 да но посмотрим это еще до уренгоя по мы не доехали до а доедем ли мы вот вопрос потому что мы же появляем на златоусти корейсон нет местные рыночки кстати вот они так бедненько выглядят вообще круто тут не знаю трущобки какие-то так цена за из 51 60 95 и 92 48 90 но не знаю что заправка неизвестно здоровенный мост какой-то строит прям реально здоровенный масштабный мостик струить им долго конечно тут куча мостов сооружения сооружения я так понимаю трасса даже киломатрижа чуть-чуть уменьшится раз они тут сокращают углы некоторые где были повороты они преимущественно сделать дорогу поперли в гору соответственно обгоны тут везде запрещены люди конечно обгоняют на свои страха риска говорится ночью конечно здесь не очень ездить я думаю стул потворение прям некоторые он зажатый до фуры получит когда-нибудь выезжать договариваться как геопарк янгантал санаторий карагай это на коробачева уже поворот видимо вы ехали на красивые просторы челябинской области леса луга грибные леса по-любому надо грибы скоро собирать уже огуречки выращивают тепличка вкусно и катал слева поэтому по этому городу катались есть у нас видео даже трамвая сделают так газ паром нефть цене где он 100 2 46 рублей 95 49 65 ну и спуск проверить тормоза сбавь скорость не пропустит да я на спесть 70 камнепаты короче сейчас подъем будет ну такие перепады перевала посты там рыбачит я смотрю народ река катав смотрите самовары можно купить посуду видимо местное производство тихонечку фуры обгоняем с горки вот так просто тут видите колейность еще на трассе минус дождь лужа будет и вальчик начался а что-то вообще не чувствуется я говорю это видимо после всех серпантинов и так далее уже м5 так не воспринимаешь не замечаешь что едешь ездишь как обычная дорога это под пейсаж михаев рязань камень попал скол получил на стекле небольшой полен старичный фуру проведила вверх пошли фуры замедлились можно конечно а можно не можно на капкона запрещен не знаю для отчет за номера кг чьи а как-то капкона разрешили перед горкой они поймают там жених горная не видно вот видите тачка появилась но ее моя странный вариант вот 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 в сторону видно красивые горы впереди нам через Челебинск надо поворачивать поэтому самый большой перевал мы не проедем он остался там где дорога на Челебинск до поворота не 3 километра это я заправку там поставил дальнюю нефть и забыл ее брать а так 44 километра получается до поворот нормально едем тут начали по 2 полосы появляться дорога качество более-менее уже дырочки нету слава поэтому едем нормально можно обгонять движной подъем теперь затяжной спусков на встречке видите 2 полосы отдельно для фура так вот хорошо разгонялись и вот теперь видите метлячок один попался повестники стоят контролят сплошной тексикаре нужно реконстантировать что вся трасса испортилась даже ближе к Челябинскому ну вот добро на Златовск 28 километров тоже на полосах появляются какие-то появились уже холмы непонятные ну дорога уже неровная но едем в очередную гору впереди фура затормаживаемся дорога вроде наладилась по асфальтовому покрытию более-менее блин где-то мы еще стройку должны по идее 11 километров всего счастья потерпеть и все учитывая что сейчас еще утром можно сказать да к вечеру днем тут вообще будет прям пробка особенно если какой-то зерновоз поеду найден более быстрый маршрут вот буквально полкилометра участок для обгона не успеть ну две машины обогнать мы ждем дальше на этом даст или по шелчным обгонам фура уже сигналил как там дальнобойщики сказали видимо это торопится одеть деревянную пиджак что это это